Вернемся в Европу. Эстонская политическая партия под названием Эсти-200 в последние дни в центре политического скандала. И поводом для него стала неоднозначная рекламная кампания. На остановках общественного транспорта в Таллине появились плакаты с надписями «Здесь только русский» и «Здесь только эстонцы», соответственно, на русском и эстонском языках. Некоторые политики довольно резко отреагировали на эту рекламную кампанию. Многие даже увидели в плакатах «Параллели с временами апартеиды в Южной Африке». В самой же партии Эсти-200 объяснили свои действия попыткой обратить внимание на раскол в обществе. «Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные телеканалы, и если это не раскол, это общество, то тогда как это называть?» Это я цитирую председателя партии Кристина Калос. Она добавила, что проблема имеет место на протяжении всего существования независимой Эстонии. Политика также принесла извинения тем, кого задели появившиеся на остановках плакаты. Проблему раскола в эстонском обществе мы прямо сейчас обсудим с политологом. У нас на прямой связи по Айтертайм. Я приветствую вас в прямом эфире RTVI. Добрый вечер, слышите ли вы московскую студию. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, такая вот резкая реакция на рекламную кампанию политической партии может ли означать то, что авторы этих плакатов попали в цель отчасти? Они попали в цель в том плане, что скандалу они делали, как говорится, шуму очень много. Я должен, конечно, немножко поправить вашу информацию, которую вы выдали, в том плане, что эти плакаты были вывешены только на одной трамвайной остановке в самом центре города. Но как уже сейчас, если так можно немножко саркастически или с юмором сказать, что все остальные политические партии очень завидуют, партии Эсти-200, потому что значит Эстония-200, в том, что у них развешаны по всей Эстонии плакаты, и никто о них не говорит ничего. А они, вот видите, такой провокационный плакатик вывесили только на одной трамвайной остановке, а шуму наделали аж на весь мир. То есть все сейчас об этом говорят. Но дело в том, что, на самом деле, дело в том, что, чтобы рассказать телезрителям точно все нюансы, что случилось или как случилось и в чем эта проблема, для этого нужна такая, знаете, часовая аналитическая программа, чтобы все это рассказать. Если, короче, в вашей программе, конечно, так не удастся, надо сказать, что проблема, самая глубочайшая проблема в том, что эти люди, они создали, то есть это группа людей, которые сейчас называют себя партией Эсти-200, они учредили свою партию только пару месяцев назад. То есть они новички в политике. И дело в том, что если бы они оставались какой-нибудь общественной организацией, как они были раньше, под названием Эсти-200, или какой-нибудь, знаете, группой такой социально ориентированной, и если они сделали такую шоковую какую-нибудь компанию, то это было бы им, ну, скажем так, простительно. Но поскольку они все-таки сейчас партия и хотят попасть в парламент, то есть они хотят завоевать голоса избирателей, как русских, так и эстонцев, между прочим, то в этом плане, конечно, они сделали большую ошибку. То есть политическим партиям вот такого рода кампании проводить, по-моему, нельзя. А что собой, собственно, представляет это политическое объединение, или вот уже в статусе партии Эсти-200, каких ценностей придерживаются, если оно появилось совсем недавно? Просто давайте поясним нашим зрителям, как в Эстонии и других странах Балтии. Я думаю, жители Эстонии, наши зрители прекрасно знают, но, тем не менее, за ее пределами, я думаю, многие впервые слышат это название. Да. Дело в том, что эта группа людей объявила о себе весной 2018 года, объявив, что это группа людей, среди кого, среди них очень много предпринимателей, руководителей высшего звена, которые волнуются и, как говорится, болеют за то, что станет с Эстонией следующие 100 лет. Именно в этот год они думали, когда самостоятельно Эстония исполнена 100 лет, они задумались, а что будет в следующие 100 лет, то есть каким путем будет вообще Эстония развиваться. То есть люди болели за будущее своей Родины. И для того, чтобы что-то сделать, как-то повлиять на политику будущего, как говорится, в долгосрочной перспективе, они создали общественное движение под названием «Эстония-200», то есть когда уже Эстония будет 200 лет, то есть намек на это. И их прямой целью они объявили это создание такой лоббистской группы, то есть общественное движение, которое будет, знаете, лоббировать или нажимать на политиков и объяснять им свои принципы, свои цели, как сделать так, чтобы, ну, скажем, жизнь следующие 100 лет тоже была бы здесь на эстонской земле хорошая, успешная, и мы были бы привлекательной страной как и для своих жителей, так и для других. Ну вот, а получилось так, что летом, когда они сказали, что их аргумент был такой, что, ну, вроде бы все-таки политики нас не слушают. Мы им говорим вот наши цели, что мы советуем им, это наше так называемое экспертное мнение, но они не прислушивались. Так что мы сделали вывод и хотим начать процесс все-таки создания партии политической, чтобы уже не ходить, как говорится, на ковер к политикам и их допытывать, а просто самими стать уже активными в политике и баллотироваться на парламентских выборах. Вот так можно сказать коротко, потому что идеологической составляющей, как таковой, очень трудно сказать, потому что у них очень много разных таких пунктов, которые не дают дать конкретную оценку, что вот эта партия правая и левая толка. Можно сказать, она такая, знаете, леволиберальная, может, или центристско-либеральная. То есть, вот, но самое главное там не в том, сколько, вот, какие у нее пункты в их, скажем так, избирательной программе, а именно то, что они подчеркивают то, что там очень много новых людей, новых лиц. Хотя уже известно, то есть неизвестно, а когда они зарегистрировали свою партию, получилось, что там уже было два или три политика, которые уже, как говорится, бывшие, то есть даже теперешние члены парламента, так что они уже здесь немножко слукавили. То есть не все новые лица, там есть и старые, так называемые, политики. И, конечно, одним из таких больших, да, вот, что они как раз говорили, самый важный пункт их программы предвыборной было то, что они ратуют за то, чтобы создать в Эстонии школы и детские сады, где русские и эстонские ребята ходят смешанно. То есть объединенные школы. Не так, как сейчас в Эстонии существуют русскоязычные школы и эстонноязычные школы раздельно. Что на самом деле, теоретически, как раз и значит, что есть апартеид в Эстонии. Но почему-то русскоязычное население за этот апартеид, то есть они ратуют за то, чтобы все-таки русские школы отставались бы и русские дети получали бы образование на русском языке. Но это как бы сейчас не столь важно. Важно именно в том, тот момент, что они пошли таким путем, что начали вот свою выборную избирательную кампанию очень скандально. И они сами тоже немножко находятся в шоке от того, что они разозлили как эстонцев, так и русских, к сожалению, вот этими плакатами, вывешиванием этих плакатов. И еще больше, как говорится, пороха в огоне или бензина в огоне подлило то, что целый день они не сознавались в этом. Это было очень важно. Посмотрим, как эта довольно смелая рекламная кампания скажется на результатах выборов. Спасибо. У нас на прямой связи был эстонский политолог Пайтер Тайм. Мы обсуждали довольно неоднозначную рекламную кампанию политической партии ЭСТ-200. И, собственно говоря, на остановках общественного транспорта, это политическое объединение на остановке, разместило плакаты с надписями «Здесь только русский, здесь только эстонцы», соответственно, на русском и на эстонском языках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...